Так вот, давайте определимся, что такое телевидение и для чего оно присутствует, как и кино. И смог ли бы я платить эти деньги своим товарищам, которые со мной работали? К сожалению, только несколько лет я им мог платить их заработную плату. Я с уважением и благовелением общался с Валерием Юрьевичем Гиммервертом, я ему дал целиком съемку одного классного видеоролика, он его сделал, в случае чего вы сможете это дело посмотреть на ютюбе. Кафе такое было, чуть-чуть дальше, вот, то ли огонек, то ли еще, посмотрите, это красиво. То есть я тогда еще занимался чем? Тогда еще я заказывал музыку, да, я заказывал музыку, когда это дело было нужно. И давайте определимся, кого бы я выбрал? Я выбрал бы очень человеков из разряда умных, и они явно не молодые. Потому что что такое молодежь? Давайте все-таки определимся по мне лично, как я отношусь к тому, что здесь снимают в Российской Федерации наши рекламщики. Так вот, в связи с тем, что я уже 29 лет, так как работаю на телевидении, и практически 29 лет я сделал первый рекламный ролик, то есть вы должны понять, кто с кем общается, да. То есть когда вы это все дело показываете мне, я над вами смеюсь. И вы думаете, что я не смогу сделать то, что вы сделали, это все легко и просто. К слову о том, что таких людей-то не так уж и много, у которых есть все. И даже невзирая на то, что у вас там квадрокоптеры, они у меня тоже есть. Даже невзирая на то, что у вас там своеобразные модификации в области графики, я тоже это дело снимаю и делаю. То есть не надо думать, что я просто лог с пейджером, дорогие мои. Нет, нет, нет. Я этим очень давно занимаюсь, если честно. Кстати, вы можете посмотреть все мои заставки, практически все мои заставки, это я лично и сам делал своими руками. И, конечно же, вы думаете, что я не смогу так же красиво снять, что у меня камеры будут болтаться. Нет, дорогие мои, есть у меня и то, что мы сделали с Alex Smos, который позволяет нашей камере работать так, как называется блевота, с моей точки зрения. Хотя, в принципе, иногда это нужно. Потому что иногда возникает ситуация, когда все вот такое крутится. Я не против таких кручений. Я даже скажу, что в некоторых фильмах, они, кстати, не у нас были сделаны. Один фильм я смотрел, пока мы летели на самолете. Фильм был сделан одним планом. Вы представляете, да? Полуторачасовой, может быть, даже больше фильм, снятый одним планом. Вы доезжаете? Ну, это вам надо посмотреть в внимательности. Вот. Это сколько труда для этого необходимо было сделать. Так вот. Что касаемо финансовой структуры, почему я вот эту мерзость ходячая показываю по телевидению, потому что у меня нет крутого специалиста, которому я бы заплатил те самые деньги. Поэтому, извините, смотрите меня. А теперь давайте зададим вопрос. Кого я буду уважать? Так вот, я буду уважать тех людей, которые заплатили своим специалистам достаточные деньги, которые купили за свои деньги трехкомнатную квартиру, которые сделали в своей квартире ремонт, которые купили дом, и у которых каким-то образом вдруг откуда ни возьмись нарисовался 600-й Мерседес. Да, 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 да. А потом у них возникла дивная проблема со здоровьем, и они вложили туда сумму примерно 600-й Мерседес в долларах. Так вот, таких людей-то в городе Магнитогорске очень-очень мало. И кто перед вами? Так что, когда мне говорят, ты уважай меня, потому что я взял папины деньги, ты уважай меня, потому что я взял в лизинг то, что мне было нужно, и при этом не платя никому нормальную заработную плату, я смеяться, наверное, должен. Был бы. Так я и смеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...